Каждый его день готовый сценарий сериала из жизни полицейских. А вот давать интервью Александр Ведерников не привык. О службе говорит сдержанно и скромно. Такая работа. Приходилось задерживать опасных преступников за 10 лет службы, чего только не было. Принимал участие вместе с сотрудником уголовного розыска в задержании нападавшего с ножом на фельдшера скорой помощи. Все закончилось благополучно, но нападавший был задержан. Сызрань. Спальный район с населением почти 9 тысяч человек. Кражи, грабежи, бытовые ссоры. Работа не кабинетная, а с людьми. Для местных жителей участковый и главный защитник, и в каком-то смысле семейный психолог. Александр Викторович энергичный молодой человек. Всегда реагирует на наши звонки, на просьбы, на какие-то там замечания по поводу всяких разных хулиганов. Ну так, в общем, мы с ним очень даже довольны. Для него не существует маленькой или большой беды. Каждый человек, который к нему обращается, найдет взаимопонимание, так сказать, и решение своей проблемы. Будь то бабушка с какой-то своей маленькой проблемой, будь то серьезные какие-то семейные конфликты. В этом году Александр стал народным участковым. На областном этапе конкурса местные жители поддержали его большинством голосов. Теперь Сызранский полицейский представляет регион на всероссийском уровне. Выдвигается в первую очередь по показателям. Если у сотрудника отдела внутренних дел положительная характеристика, что он зарекомендовал себя с положительной стороны, нам оценку ставят в первую очередь это жители города и обслуживанные территории. Поддержать кандидата от Самарской области можно до 10 ноября. Подробности голосования на официальном сайте МВД России. Кира Исмаилова, Андрей Костомаха, Новости губернии, Сызрань.